Корпорация IHI приостановила деятельность совместного предприятия Alpha Automotive Technologies, сообщает японская газета Nikkan. Японцам принадлежит львиная доля ВСП, но долей в 17% владеет московская АМО ЗИЛ. Не удивляйтесь, публичное акционерное общество завод имени Лихачева не просто существует, а продолжает деятельность. Притом главным видом значатся аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Что касается фирмы Alpha Automotive Technologies, то этот завод прямо в Москве занимается штамповкой кузовных деталей для российских автозаводов, а также под сборкой автокомпонентов. Это сторожил рынка, который штамповал кузовщину еще для первых логанов. Так именно отсюда, на московский конвейер марки Renault, где собирают Дастеры, Каптюры и Арканы, уходили лицевые панели. Кроме того, предприятие выполняло заказы АвтоВАЗа, Даймлера и Калужского ПСМА «РУС». О сроках приостановки деятельности российского подразделения корпорации IHI не сообщает. Решение продиктовано политикой, а не какими-либо другими проблемами, сообщает источник внутри компании. Теоретически, штамповку нужных деталей способен обеспечить калужский завод «Гестамп Северсталь». Но надо понимать, что подготовка соответствующей оснастки – занятие сложное и дорогое, а в условиях санкций задача кратно усложняется. Скорее всего, вслед за заводом «Альфа Автомотив Технолоджес» остановится и московский завод «Рено». Но это пока только наше предположение. От французской марки сейчас приходят крайне аккуратные комментарии. Между тем, конвейер, где делают Дастеры, Арканы и Каптюры, смог запуститься после трехнедельного простоя. Видимо, в компании удалось добыть некоторый объем комплектующих, что стали дефицитом после разрыва логистических цепочек. И продолжая тему логистики, «АвтоВАЗ» стремится как можно скорее найти альтернативу электронным компонентам производства европейских фирм. Сейчас «Автогигант» изучает, на что способны азиатские производители. Напомним, что большинство автосборочных конвейеров стоят вот уже третью неделю. Разве что с 16 по 18 марта «Волжский автозавод» собрал небольшую партию «Гранд» и «Нив». А в конце месяца российская марка номер один даст рынку некоторое количество «Вест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова